Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с книгой «Светлик Тучкин и пузырь желаний» Виктории Лидерман. Виктория Валерьевна Лидерман – российская писательница, автор книг для детей. Она родилась на Волге в городе Куйбышеве, который потом стал Самарой. В 2001 году закончила Самарский государственный социально-педагогический университет в факультет иностранных языков. Преподавала английский и французский в школе, но после того, как поняла, что комфортнее чувствует себя с одним-двумя учениками, лицом к лицу ушла из школы и начала преподавать частным образом. Рассказы писала всегда. Первую сказку Виктория написала в девятилетнем возрасте, причем сделала это желтым карандашом в тетради. Затем школьница создавала и стихи, и сценарии школьных праздников, и зарисовки ученических будней. В дальнейшем читателями и слушателями произведений Виктории были ее одноклассники и сверстники-соседи. А когда автор повзрослела и стала матерью, сыновья и их приятели. Когда дети повзрослели, Лидерман переключилась на написание произведений для взрослой аудитории, но их отказывались публиковать. Однажды на просторах интернета Виктория Валерьевна наткнулась на объявление о конкурсе рукописей произведений для детей и подростков имени Владислава Крапивина. Самарчанка рискнула и написала повесть в жанре городского фэнтези о трех российских шестиклассниках Глебе Елизарове, Юрие Карасеве и Лене Зюзиной, неосторожным поступком повернувших время вспять. Произведение, названное автором «Календарь мая», удостоилось первой премии и в 2016 году было опубликовано. В первый осенний день 2022 года в российский прокат вышел фильм «Календарь мая». На Ярославском фестивале «В кругу семьи» экранизация произведений Лидерман была признана лучшим фильмом. Виктория Лидерман написала еще три книги с элементами фантастики, теория невероятностей и идеологию о Светлике Тучкине, «Светлик Тучкин и пузырь желаний» и «Светлик Тучкин и украденные каникулы». Писательница признается, что имя Светлик услышала во время путешествия по Германии. Попутчики Виктории Валерьевны так обращались к своему сыну Святославу, и она сразу решила так назвать героя будущего произведения. Виктория Лидерман написала еще несколько книг для детей «Шуры, муры в пятом Де», «Питомец Гешка» в двух изданиях, «Кошкология и котоведение» Тима Усатова, «К доске пойдет Василькин», «Седьмой отряд», «Сенька и море», «Сборник рассказов, уроков не будет» и «Сборник стихов для дошкольников, детский сад, восьмая группа» и другие. В 2019 году Виктория Лидерман удостоена премия «Алиса», основанная Киром Булучевым, за лучший детский фантастический роман «Теория невероятностей». Книга «Светлик Тучкин и пузырь желаний» – это невероятная история, которая раскроет нам тайну желаний. «Светлик Тучкин и пузырь желаний» – повесть, сказка о мальчике Святославе Тучкине, которого дома называют Светликом. Понравились иллюстрации художника Ольги Громовой. Ее Светлик вышел милым, смешным и симпатичным, рыженький такой, с конопушками и мечтательным выражением лица. Светлик очень мечтал пойти в школу. И, наконец, мечта его сбылась. Быть первоклассником – круто! Не нужно спать днем и до самого вечера ждать, пока родители заберут из детского сада. Всего-то сходил на пару уроков, а потом свобода. Так думал Святослав Тучкин. Но уже спустя месяц он понял, как сильно заблуждался. Уроки допоздна, каникул мало, да и дождаться их непросто. Ужас! Вот бы обратно в детский сад! Как ни странно, желание Светлика сбывается. Узнав, что существует фея желаний, он решается на желание. «Мыльные пузыри!» – закричал кто-то. «Лови!» Ребята выскочили из круга. Они размахивали руками и старались дотронуться до мыльных пузырей, гроздьями, вылетающих из ракетки феи желаний. Светлик тоже выбежал ловить пузыри. Ему нравилось, как они лопаются у него на ладонях и оставляют едва заметный влажный след. Круг постепенно распался совсем. Фея опускала ракетку в мыльный раствор на столике, делала взмах, и первоклассники с визгом бросались под новую порцию пузырей, разлетающихся по холлу. В конце представления фея желаний достала огромную ракетку и сотворила такой гигантский пузырь, что все захлопали в ладоши от восхищения. «Это пузырь заветных желаний», – сказала она. «Запомните, у вас есть только один шанс. Если пузырь не лопнет, пока вы загадываете желание, то оно исполнится». Первоклассники выстроились в очередь. «Готов?» – спросила фея желания у Светлика. Он кивнул с замиранием сердца и осторожно шагнул в центр круглой рамки. Эта железная рамка была похожа на обруч, который положили на пол. Внутри обруча лежала та самая гигантская ракетка для пузыря желаний. Фея наклонилась, резко оторвала ракетку от пола, и Светлик оказался в огромном мыльном цилиндре, который начинался у его ног и заканчивался высоко над головой. У него громко стучало сердце. «Надо успеть загадать желание!» У него только один шанс. «Хочу не ходить в школу и не учить уроки!» – выпалил он скороговоркой. Не вслух, конечно, а про себя, как велела фея желаний. Пузырь лопнул на самом последнем слове. «И желание сбывается!» Теперь Светлику вновь пять лет, и он опять ходит в детский сад. Но он-то хотел не этого. Он хотел остаться таким же большим, но при этом не ходить в школу. Вскоре Светлику представилась возможность загадать еще одно желание – учиться в третьем классе, где учителем работает мама. Но и здесь все пошло не так, как мечталось мальчику. В третий класс он попал со знаниями первоклашки. И, конечно, теперь он чувствует себя глупым в сравнении с другими учениками, которые уже адаптировались в школе. Да и с учительницей вышло совсем не так, как хотелось. Не мама стала учительницей, а учительница мамой. На этот раз все становится еще запутаннее и сложнее. Его родители, друзья, родственники перестают быть таковыми. Удастся ли Светлику вернуть свою семью и прежнюю жизнь? Об этом вы узнаете, прочитав книгу. Героями книг Виктории Лидерман становятся обычные школьники, которые увлекаются компьютерами, ведут страницы в соцсетях, общаются с друзьями и не всегда любят посещать занятия. Персонажи получаются реальными, что особенно нравится юным читателям. Нестандартные сюжеты, интригующие события, интересные герои, а главное, всегда есть пища для размышлений, притом не только для детей, но и для их родителей. Совет от Виктории Лидерман ребятам, которые не любят читать. Ребята, знайте, что в огромной книжной вселенной обязательно есть именно ваша книга, которая, как волшебный ключик, откроет вам дверь в невероятный, увлекательный и захватывающий мир чтения. Желаю вам поскорее с ней встретиться. Субтитры создавал DimaTorzok